Добрый вечер! Это Сумма за неделю. Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. Сегодня в программе. В ожидании ядерной войны, как страна и город погружаются в предвоенные настроения. Суд над строителем и снос его трущоб. Что будет с обманутыми дольщиками, которые знали, что их обманывают? В Екатеринбурге живут родственники философа Эммануила Канта, и они строили Уралмаш. Истории лучших семей человечества, представленных в нашем городе. На этой неделе в Екатеринбурге случилось начало конца городских трущоб. Небольших многоквартирных домов, которые строились последние годы там, где многоквартирников быть не могло, в частном секторе. Естественно, без необходимого обеспечения водой, канализацией и дорогами-тротуарами. Давайте узнаем, как в мегаполисе остановилось строительство фавел и, что говорят люди, лишившиеся крыши над головой. Вы к судебному заседанию сегодня готовы? Очень. Борьба с многоквартирными домами на землях ИЖС добралась до финала. Основной застройщик и нарушитель спокойствия Владимир Воробьев в суде перед лицом обвинения. На перечисление имен пострадавших, а их больше 400 человек, у прокурора уходит несколько часов. Воробьев продавал людям квадратные метры в многоквартирных домах, которые без согласования возводил в частном секторе. Осуществить постройку на указанных земельных участках многоквартирных жилых домов, этажностью 3 этажа и количеством квартир от 27 до 33, без получения разрешения на строительство от администрации города Екатеринбурга и реализовать квартиры под видом реализации долей в указанных многоквартирных жилых домах гражданам. Предприимчивости этого человека можно только позавидовать. По закону, в доме на землях, предназначенных для индивидуального строительства, может приживать только одна семья. Поэтому так называемый застройщик продавал людям не отдельные квартиры, а доли, чтобы жильцы становились совладельцами здания. А когда власти отказались оформлять право собственности у семейств рекордсменов, бизнесмен изобрел новую схему. Стал брать у горожан деньги якобы взаймы, под залог квадратных метров. Он даже не удосужился оформить ИП, работал как частное лицо. И в результате у жителей никаких документов на дом нет. Да и не могло быть. Вот придут и нас выселят. Вот что нам сейчас скажут? И выселят все просто судебные приставы. Придут и нас выставят на улицу. Спрос на дешевое, хоть и сомнительное жилье, оказался так высок, что в Екатеринбурге за два года появилось больше 70 незаконных построек. Один только Владимир Воробьев возвел на землях ИЖС 32 дома. Причем в отличие от обманутых дольщиков, людей, покупавших здесь жилплощадь, предупреждали заранее о ненадежности и даже опасности сделки. Но все напрасно. Обнадеживающим обещаниям люди верили охотнее, чем документам. Я продала свою двухкомнатную квартиру и 3800 принесла Воробьеву. То есть когда я отдавала эти деньги, я сказала, это все, что у меня есть, это все, что есть у моей семьи. То есть я вам в руки доверяю свою жизнь и жизнь своих родителей и сына. Мне наш дом Воробьев сказал, все хорошо, не переживай. Первое, что должно смутить покупателя, это форма договора, который предлагают покупателю. Вот в случае с строителем, который строил на землях ИЖС Воробьевым, мы видим, что это были какие-то займы. То есть форма договора. Дальше разрешительная документация. Второй момент, я считаю. Третий момент, я считаю, нужно посмотреть историю компании. Остановить вакханалию с незаконной застройкой администрация смогла лишь после того, как нет, не наказала застройщиков, а напугала покупателей. Спрос на предательски дешевые квадратные метры стал падать тогда, когда по решению суда начали сносить первые незаконные многоквартирники. И в 2014 году в городе уже не появилось ни одного нового дома. А оставшиеся ждет участь уже снесенных. На сегодняшний день на территорию города Екатеринбурга остается 39 незаконно возведенных многоквартирных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Кроме этого, у нас 8 объектов строительством не завершены. И часть объектов у нас перепрофилирована. Этого сноса с нетерпением ждали и ждут те, чьи дома находятся рядом с многоквартирниками. Соседи новостроек часто оказываются без света, потому что сети в частном секторе не рассчитаны на дополнительные нагрузки, а система канализации просто отсутствует. Они же сделали три ямы. И все эти отходы, конечно, они потом забрасывали туда насос и откачивали вот под трубы. Все это замерзало, потом оно таяло и текло все сюда, там же у них повыше. Сам же горе-застройщик Воробьев теперь умывает руки, заявляя, что хотел как лучше. Строил бизнес, заботясь о кошельках клиентов. Я делал людям, которые не смогут никогда в жизни собрать 3 миллиона на эту квартиру. Вот для них я строил, работал. Понимаете? 700 рублей вы найдете же как-нибудь, да? Найдете. Вот для них я строил. Сейчас они мне нарожали 600 детей. Это же великолепно. Ну, пусть меня посадят. Впрочем, даже после показательной порки нерадивого застройщика, городу уготована новая порция проблем в виде армии, оставшихся без крыши над головой людей. И пусть они потеряли жилье по собственной вине. Оставлять эту проблему без внимания так же опасно, как и закрывать глаза на строительство многоквартирников на землях ИЖС. Потому как лишенные удобства легальной регистрации, они могут серьезно подпортить жизнь всем окружающим. Идем дальше и поговорим про тревожное и неосязаемое про ожидание войны. Это было бы забавно, если бы не существовало в действительности. Со времен Майдана, Крыма и нашей кампании на Донбассе тезис о том, что Россия участвует в непрямом конфликте США, из диковинного риторического приема превратился почти что в убеждение. Ну как же, в Сирии ведь мы и наш многолетний потенциальный противник не на одной стороне. Впервые со времен Советского Союза наше государство участвует в военном конфликте, в котором принимает участие и Америка. На этой неделе тревожное ожидание будто сконцентрировалось. То петербургский губернатор одобряет почти блокадную хлебную норму на случай войны, то региональные власти учатся в случае чего подчиняться командующим округов, то про атомную войну напишет вполне респектабельные иностранные СМИ, не говоря уж о наших. Илья Ненко исследовал мирный Екатеринбург и настроение его обитателей. Сперва вой сирен на несколько дней, потом подготовка бомбоубежища, а теперь еще и танки на подступах к Екатеринбургу. Похоже и правда пора собирать вещи, примерять военную форму и начинать прощаться с матерями, детьми и женами. Впрочем, на современной войне и женщинам найдется место. Воюют все. Собственно, это была мечта побывать вот в таком мероприятии. На эту войну вообще берут всех желающих, потому что она не настоящая. Игроки в страйкбол превратили боевые действия в хобби и так, веселясь, готовятся к баталиям в самых горячих точках. Горячие точки, естественно, они были, будут, есть в мире и вокруг нашей страны, и во всем мире, да, там пылает, он, средства массовой информации с утра до вечера об этом. Ребята просятся туда, где потяжелее. Военком Юрий Аксенов говорит уже о реальных событиях и реальных бойцах. Новобранцы очередного призыва, который стартовал несколько дней назад, все чаще просятся служить в элитные войска и стремятся не отсиживаться в учебке, а рвутся в бой. Но пока они хотят стрелять, мирные жители готовятся совсем к другой войне – ядерной. Я не местный вообще-то, но скорее на полбомбы, убежище ближайшее, если оно имеется. Но я не знаю, где здесь. Раньше были такие убежища, прям природные, а сейчас все заваливаются. А как тут можно быть готовым? Я думаю, никак, надо мелко раздолбать и все. Жиротвой чем еще запасаться? И в бомбу, убежище, чем дальше, тем лучше. Чем можно еще? Бог его знает. А вы что думаете, что она будет? Никто никуда не успеет убежать. Поэтому нечего об этом заморачиваться. Надо, чтобы были у всех наших правителей мозги на место, чтобы встали, и все дела, и все будет в порядке. Если обратиться к профессиональному юмору, то во время ядерной войны лучше всего накрыться белой простыней и ползти в сторону кладбища. Почему ползти? Да, для того, чтобы не создавать паники. Но на самом деле, если вы окажетесь в Екатеринбурге, а тем более в центре города, то укрыться, к сожалению, будет особенно негде, кроме разве что метро. Пришла беда, закрывай врата. В этом убежище могут одновременно поместиться 1200 человек. Каждый убеженец имеет право на 3,5 литра воды в день и спальное место. Время на сон расписано по часам. В сухом пайке каша, тушенка, чай, сахар и энергетические напитки. Всего в Уральском регионе 4000 бункеров. Говорят, места в них хватит всем. В Петербурге, кстати, пошли дальше и уже расписали продовольственные нормативы на случай войны. Опираясь на горький опыт, в северной столице опять начали считать крошки и гарантируют каждому жителю 300 граммов хлеба в сутки на протяжении 20 дней. Дальше придется либо затянуть ремни, либо варить из них холодец. И смотреть на Запад, который обещает накормить Россию ядерной грибницей. Мы с вами вместе построили миропорядок, наладили законы, управление миром. А теперь вы говорите, что это не для вас, вы выше этого. Ну вот не стыдно. Они говорили, да, стыдно, ой, стыдно. Ну, да, стыдно. Но теперь весь мир вот так вот рушится, все институты рушатся. То есть мы тоже сказали в ответ, да, ваше право нам не указ. Пока мерение ядерным потенциалом напоминает стишок про петухов, которые подраться не решились, специалисты уверяют, что полностью игнорировать подобные заявления нельзя, как нельзя, и полностью им доверять. Сейчас идет атака и запугивание со всех сторон, но эти же стороны начинают понемногу задыхаться от неправды и лжи. Это еще в 50-е годы была такая политика балансирования на краю пропасти. То есть мы сейчас дотолкаем вас до края ядерной пропасти, и там вы будете вынуждены согласиться с нашими аргументами. Ну, это настолько страшная и неприятная политика, что от нее совместно решили отказаться. Вот теперь, к сожалению, опять возвращаемся. Даже думать об этом и готовиться к этому, это уже получается подготовка к войне. Надо готовиться не к войне, надо драться за мир, даже драться, плохое слово, надо уговаривать всех, что альтернативы миру нет. Профессионалы-международники уверяют, что даже если политики рассорятся настолько, что дальнейший диалог будет невозможен, за дело возьмутся другие – разведчики, служащие и военные. Кстати, последние в случае войны грозятся починить себе всех – губернаторов, полицию, спасателей и всех остальных. Но люди опытные утверждают, что до этого не дойдет. Это еще не все, что мы хотим вам рассказать. Смотрите после рекламы в программе «Сумма за неделю». В Екатеринбурге живут родственники философа Эммануила Канта, и они строили «Уралмаш» – истории лучших семей человечества, представленных в нашем городе. Режиссер «Ликвидации» Сергей Урсуляк. Почему все смотрят сериалы, но никто в мире не увлекается русскими теленовеллами. Лучшая городская поэтесса Александра Аксенова любит даже самых некрасивых мужчин на планете. Продолжение последует совсем скоро. Не уходите далеко. В Екатеринбурге живут дети лучших представителей человечества. Это сейчас не патриотический угар, это правда. Вот, скажем, удивительный факт. Среди екатеринбуржцев есть родня философа Эммануила Канта. И люди из рода Канта создавали «Уралмаш» завод. С кем еще из великих связан родственными узами город, выяснил Евгения Лемесева. Критика чистого разума и категорический императив. То, что вспомнит любой, кто когда-нибудь слышал про Эммануила Канта. А еще, конечно, Кёнигсберг, нынешний Калининград, в котором жил философ. Хотя самый кантовский город не на западе страны, а здесь, на Урале. В Екатеринбурге живет внучатая племянница Эммануила Канта в шестом поколении, Маргарита Валентиновна Гусева. Мы потомки его брата. Иоганн Генрих его звали. Он родился в 1735 году, умер в 1800 году. Он, как и старший брат, окончил университет, потом был домашним учителем, потом был директором школы, а потом пастором. Сам Кант всю жизнь посвятил науке и не был женат. Единственные продолжатели рода Кантов – дети его брата Иоганна Генриха, внук которого приехал в Москву торговать шелками и там женился. А правнучка вышла замуж за сына-апсекаря и навсегда осталась в России. Никакой гордости мы не чувствуем. Просто действительно семья-то культурная была, и предки наши культурные. Мы как бы следуем по их стопам. Хорошо в школе учились, получили все высшее образование. Маргарита Валентиновна, листая семейный архив, с большим удовольствием говорит не о дяде-мыслителе, а о дяде-инженере. Маргарита Гусева – внучка Владимира Фидлера, одного из отцов-основателей Уралмашзавода. В МИАСе там тоже напильный завод он проектировал и строил. А в 1926 году его пригласили сюда, в Свердловск, для проектирования и строительства Уралмаша. Они строили отдельно там механический цех, цех металлоконструкций, ТЭЦ. Это все же отдельные инженеры были. А дед как бы возглавлял строительство, был главным инженером. В 1932 году во время московской командировки главного инженера завода не стало. Причина смерти никому неизвестна до сих пор. Тело кремировали в столице и привезли домой, в урне. Он был, значит, был на совещании сначала у Аржиникидзу, но там все инженеры, видимо, были. А после совещания он уехал в гостиницу, и там умер внезапно. Говорили, что он там кричал, не хочу умирать. Через год после его кончины в кузнечно-прессовом цехе случился пожар, и Фидлера обвинили в диверсии, назвав посмертно врагом народа. В 1932 году здесь установили мавзолей с прахом Владимира Фидлера. Как бы парадоксально это ни звучало, уральский инженер умер очень вовремя. Иначе, по практике 30-х годов, репрессии коснулись бы все его семьи, и линия Кантов в России прервалась. Однако не пострадал даже прах. Там был главный инженер, строитель, он строил поселок Уралмаш, и он сохранил вот эту урну на древеном складе. Потом ее выдали детям, и она была похоронена на Михайловском кладбище. А потом перенесена на Широкореченское кладбище, в могилу его жены, моей бабушки. Сегодня Екатеринбург – город потомков не только Канта и Фидлера. Здесь жили и до сих пор живут родственники поэта Серебряного века Игоря Северянина, внуки маршала Советского Союза, участника Гражданской войны Василия Блюхера, писателя Павла Бажова и прототипа его самого известного героя Данилы Мастера, и даже потомки знаменитых пушкинских друзей-лицеистов Дельвига и Кухельбекера. Екатеринбург – это зона, из которой все бралось. Брались природные ресурсы. Своя культурная жизнь здесь начала складываться. Понимаете, что здесь были свои знаковые личности, и здесь был мощный культурный центр в виде уральского общества любителей естествознания. Здесь были те люди, которые жертвовали деньги на строительство различных зданий, благотворительных учреждений. Эти имена есть, скажем, в летописи Екатеринбурга. Но если мы говорим о потомках, все, прорезал 17-й год. Многие потомки о своих выдающихся предках говорить не любят. Часто и сказать-то нечего. Семейная память, часто даже сам факт родства сохраняет с трудом. Ученый Александр Перцев советует не расстраиваться. Фактов мало, зато в воздухе Екатеринбурга носится что-то такое смутно-величественное. Мелькают призраки великого прошлого. Если даже нету, что называется, соматических родственников, то вот дух протестантизма, но ромаш, он есть. Потому что протестанты считают, что надо трудиться, 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 потому что когда ты трудишься, ты не грешишь. Почему сохранился какой-то общий дух протестантизма, а не передающаяся из поколения в поколение семейные наследия, видно на примере Маргариты Валентиновны. Она о своих предках, тут речь даже не о сенсационном расцвескантом, а о судьбе деда, смогла узнать только в 50-е, с началом хрущевской оттепели, когда связь с предками перестала представлять опасность для их потомков. А главные развлечения нашей эпохи, ее самое массовое культурное наследие – это сериалы. Теленовеллы, в основном американские, смотрят все. Они заменили литературу и сумели сместить с педестала даже своего кровного родственника – кинематограф. В России одним из ведущих сериальных режиссеров является Сергей Урсуляк. Он снял ретро-детектив «Ликвидация», а еще многосерийник Исаев про молодого Штирлица или вот не так давно показанную экранизацию «Тихого дона». Сейчас Урсуляк готовится к съемкам сериала по последней книге Алексея Иванова «Ненастья». Мы спросили режиссера, почему зритель капитулировал под натиском сериалов, а еще почему даже самые хорошие российские проекты не пользуются популярностью в мире, в отличие от американских или даже скандинавских. Мы разговариваем с Сергеем Урсуляком, известным режиссером и телевизионным деятелем. Вот давайте про телесериалы поговорим. Это все-таки главный жанр эпохи, он даже литературу заменил. Почему, ну понятно, какой-нибудь сериал на «41-м домашнем» вытесняет женский роман? Почему? А почему кино большое вытеснилось благодаря большим тележанрам? Ну оно не вытеснилось. Вытеснилось откуда? С телевизионного экрана? Из общего зрительского внимания, из обсуждений. Редко какой фильм события, а вот сериал, да, какой-нибудь «Западный мир» недавно начался. Ну потому что это кино с доставкой на дом. Поэтому, так сказать, здесь соревноваться трудно. Для того, чтобы пойти посмотреть кино в кинотеатре, нужно подняться, одеться, собраться, заплатить деньги, что немаловажно. Это, так сказать, такое дорогое удовольствие стало, если идти всей семьей. А телевизор приходит, как говорится, в каждый дом. Вы автор, создатель, ну в общем, хитов национальных, не говоря про ликвидацию, там еще по возрастающей литературной основе, да, и по художественным качествам можно вспомнить и Исаева, и «Жизнь и судьба» по Гроссману. И вот совсем недавно, господи, «Тихий дон», конечно же, был. У вас какая задача? Побольше, чтобы человек у экрана времени провел? Или у вас есть сверхзадача сделать вот что-то выдающееся? Нет, у меня нет ни той, ни другой задачи. Нелепо начинать работу с целью сделать что-то выдающееся. А уж тем более нелепо, чтобы побольше у экрана времени провел. Я хочу, чтобы мои фильмы смотрели, я хочу, чтобы я сделал их хорошо. Но мне просто интересно этим заниматься, и поэтому я этим занимаюсь. У меня, так сказать, нет других, что называется, оснований для этого. Мне просто нравится это делать, я хочу этим заниматься. Это моя профессия, я это делаю. А вы на что ориентируетесь из западных производителей, например? Для вас такой идеал – это BBC, их сериалы или нет? Вы в какой-то своей традиции, в своем русле? Я считаю, что для нас нашим ориентиром должно быть наше советское кино. У нас были замечательные сериалы, выдающиеся режиссеры. И вообще телевизионное кино советское, неважно, многосерийное или двухсерийное, или односерийное. Это место, где работали великие режиссеры Рязанов, Марк Захаров, Татьяна Лиознова. Колосов, Ташков, Говорухин. Другой разговор, что, конечно же, нужно учитывать, допустим, сериалы HBO, которые большей частью замечательные. И новые темы, и новая манера, и так далее. Но это же называется, так сказать, просто контекст. А традиция, мне кажется, наше отечественное. Почему у шведов получается сделать такой сериал, который будет известен во всем мире, а потом американцы переснимут? У русских нет. Ну, вы знаете, что, мне трудно сказать, почему у шведов получается. Ну, у шведов и АБА получилось, так сказать, а у нас что-то другое получается. Автомат Калашникова тоже пытаются переснять во всем мире. Так что у каждой нации свой участок работы. Такое разнообразие жизни в нашей стране, что, так сказать, и она настолько непонятна, даже, там, не знаю, москвичу, не очень понятна жизнь человека, живущего там в 5000 километрах от него. Хотя, формально, мы дети одной страны. Поэтому, что говорить о том, что, так сказать, нас не понимают там где-то? Ну, не понимают не страшно. Нам бы научиться друг друга понимать, понимать внутри своей страны. А, так сказать, того, что шведов любят, так сказать, и понимают о нас меньше, ну, это необязательная вещь. Нам нужно понимать себя самим. Вот это важнее, мне кажется, чем понимание со стороны Австрии. Посмотрите на своего мужчину, теперь на меня. На него, на меня. Оба не очень, да ведь? А потому что российские мужчины в числе самых несимпатичных на планете Земля. Что поделать? Это данные сайта знакомств Beautiful People, иначе клуба красивых людей. Вместе с русскими мужчинами в кружке корявеньких британцы и поляки. И что бы мы такие некрасивые делали, если б не наши женщины, в числе которых Александра Аксенова, лучшая городская поэтесса, которая великодушно любит всех нас, неказистых. Семнадцатый ждем, как в преддверии шторма. Чего там такое предвидится? В Питере Губер считает норму хлеба на каждого питерца. У нас на Урале без всяких причин чинят бомбоубежище. По мне катастрофа, что русских мужчин выставили на посмешище. На сайтах знакомств опросили зевак, подбили итог еле-еле. Ну ладно, британец, ну ладно, поляк, но с нашими вы офигели. Вы все там вестима немного с приветом в мире своим загнивающем. Какие прошу я прощения, шведы. Вам мало полтавы, товарищи? Не слушайте вы их, мужчины России, от Волги, от матушки Камы и до славного батюшки Енисея. Для нас вы красивые самые. Это была «Сумма за неделю». События из недавнего прошлого про самое настоящее. Все выпуски есть на сайте якбург.тв. Телевизионная версия снова выйдет в будущую пятницу. Спасибо, что смотрели нас. Встретимся снова красавицы и потомки мировых фамилий.